добрый день уважаемые любители шахматы доброе рождественское видео потому что один негатив у меня на канале в последнее время всех баня все играют нечестно давайте хоть одно позитивное видео я принесу и так конечно же я профессиональный тренер это моя основная деятельность напоминаю что у меня вышла целую серия уроков которую можно заказать в данном магазине ссылка как обычно в описании я с удовольствием бы доделал бы третью части защиты каракан и испанской партии но все время уходит на вещи которые я бы с удовольствием чтобы делал бы кто-нибудь еще кроме меня потому что сколько может ну и результаты моих учеников достаточно хороши если говорить про прошлый 2019 году это 9 медалей индивидуальных чемпионатов украины если говорить про данный год он был менее урожайным виду коронавирусной инфекции и выхождение из определенных возрастов но тем не менее более чем достойная именно две бронзовых медали владислава сидорики чемпионате украины до 18 лет в blitz и в классику а также бронзовая медаль богдана лозинского в чемпионате украины после сна до 16 лет blitz также надежда шпанко на женском чемпионате украины по блицу заняла второе место завоевав таким образом серебряную медаль ну это те ученики которых знали наверно прошлом году ну все тайная радость становится явным ну и можем прочитать данный пост и действительно я в течение последнего года 2020 проводил занятия с игорем самуденковым который в чемпионате мира онлайн чемпионате мира занял второе место также надо отметить что в чемпионате тоже онлайн европы потому что другие сейчас не проходят он занял третье место здесь благодарность другим тренерам потому что я не единственный тренер также благодарность тренировочным партнером в том числе владу сидорики и принципе конечно же когда много тренеров то сложно какую-то часть выделить в ту которую именно ты показал ну я постараюсь это сделать потому что в двух партиях очень важных четвертьфинального матча и полуфинального матча была разыграна защита каракан и так вот мы видим этот четвертьфинал против шахматиста из турции гуреля и нужно было сделать ничего черными потому что первая партия белые победили извините и нича была достигнута атаке панова если мы говорим про полуфинальную игру это было первая партия и здесь победа черными это замечательно и тоже была разыграна защита каракан так что давайте рассмотрим эти две партии и сделаем вывод сколько полезно изучать мои лекции насколько полезно присутствовать на моих занятиях первая партия здесь была разыграна атака панова конечно же этот вариант известный и он пользуется репутацией очень ячейного здесь иногда играют белые ферзь c5 чтобы попытаться запутать соперника но это тоже ведет к ничьей ферзь b5 последовало размена и белые применили редкий ход слон f4 в своем курсе лекций я рассматривал вот король d7 3 0 король c6 в последующем слон d6 но е6 также возможный ход идея на 3 0 сыграть ладья d8 обратите внимание почему слон на f4 когда развивается в этом ходе есть определенные плюсы потому что слон контролирует поле c7 и если белая ладья захочет туда вторгнуться это будет полезно но есть и минус как раз ход ладья d8 это демонстрирует потому что с е3 слон атакует пешку а сейчас черные хотят поставить ладью на d7 и в таких ситуациях все может быть очень хорошо для черных и все очень плохо может закончиться для белых уже все-таки у белых королевский фланг разбит тогда слон е3 ну и черные здесь сделали возможный ход ладья d7 можно было сыграть ну ладья c8 с возвращением к идее сыграть слон c5 заслуживает конечно же также внимание ладья h1 король d6 и белый играет ладья d3 и черные сыграли ладья hd8 хороший ход здесь происходит защита пешки белые делают новинку логичный ход на самом деле ладья d1 король е6 и здесь слон d4 не очень понятно черные сыграли f6 можно было ударить на d4 сыграть a5 с идеей ладья c5 возможно у них небольшой перемест но уход f6 нормальный и обычно этот ход делается ради того чтобы потом надвигать пешки на королевском фланге а также иногда можно перевести слона на e5 ну когда слон на d4 конечно пока это делать рано поэтому a3 a5 мы убираем пешку ладья e3 тут король f7 как раз один единственный ход который мне не очень нравится король должен ближе идти к пешкам последовал король f5 вернее король f7 последовал не последовал король f5 ладья b3 произошел размены ладья c4 ход ладья c4 типовой для данной структуры и в данном конкретном случае белые не могут проводить размен потому что после хода ладья h1 выигрывается пешка аж идет вперед и в этой гонке у белых большие шансы проиграть потом последовал д3 ладья c5 b4 размены ладья b5 и в принципе вот эта позиция которая возникла она может в разных разновидностях возникать но обычно все заканчивается ничьей и в конце видео я приведу часть моего занятия где я об этом рассказывал ну и черные просто до конца партии стояли на месте так что можно сказать что здесь хорошая дебютная подготовка и вариант такой что доходит до глубокого эндшпиля черные знали что делать уверенно отстояли ничью которая необходимо было для прохода в следующий этап соревнований ну и полуфинальная партия здесь интересней была разыграна система двух коней и выход ферзь а5 слон c4 слон f5 ферзь и 2 конь d7 если вы обратите внимание конечно многие смотрят мой канал не так давно то обо всем этом я говорил при разборе партии горячкиной которая случилась в прошлом году она выиграла эту партию гуниной насколько я помню гунина горячка но черно сыграли е6 и я говорил то что так не надо надо играть в чем разница белые ее не ощущают разница заключается в ходе свод g4 кстати в базе отмечен этот ход новинкой но у меня эта позиция как минимум 10 раз возникала в партии в blitz и здесь 50 на 50 либо белые играют h3 после данного размена мы играем конь е5 с последующим конь c4 и у черных нет никаких проблем либо же играют d4 ну тогда мы проводим нашу основную идею играем ферзь h5 и дальше пьем на f3 если вы внимательно смотрите канал в том числе бакро против меня эту ошибку совершал я выиграл партию в blitz но у черных сейчас чуть лучше замечательный выход дебюта теперь давайте посмотрим на эндшпильную технику игоря делали нам была длинная рокировка слон d6 конечно мы не против размена слонов и дальше прогоняем слона белые сыграли c4 это конечно же ошибка не ослабляет пешку d4 создает дополнительную слабость и арчуны могут использовать принцип двух слабостей и вам нужно было продолжать стоять на месте ну после c4 позиция ухудшилась и черные проводят план h5 принципе это неплохой план но можно было сразу же играть против пешки d4 дальнейшая идея g5 слон g7 ну h5 нормально белые растерялись слон c2 и черные проводят план кстати можно назвать такую игру в стиле альфа-зиро или лила-зира потому что движки очень любят двигать вперед крайние пешки и затем развивать ладью таким образом лифт проводя скажем современные шахматы ну и здесь черные сыграли недостаточно хорошо они избирают неправильный план игры нужно играть против пешки d4 поэтому идея сыграть кольч g2 с последующим опять мы заставляем пешку идти вперед вот поэтому когда белые сыграли c4 это оказалось ошибкой и после b5 мы подрываем структуру ходом c5 и у белых вся позиция достаточно дырявая мы видим доминацию черного слона над белым партии черные избирают не лучший план белым опять пытаться создать контр игру проблема бела в том что они в этой партии играли как-то очень пассивно и беспланово ну надо отметить также что это был рейтинг фаворит турнира до 12 лет из польши ладья g1 и здесь черные должны были все также играть против пешки d4 это сразу бы выигрывало бы материал но ладья g2 последовало и белые бьют на f4 ну иначе как нервным ходом это сложно назвать потому что белые не выдерживают присутствие коня на доске на блок одном поле у b5 нужно было создавать какую-то контур игру и дальше черные постепенно доходят до ситуации когда они выигрывают пешку но взаимные цветноты конечно же любой может ошибиться в таких условиях правильно ход c5 и дальше пешка на b6 рано или поздно теряется пешка c идет вперед но кто бы не сделал ход f5 на секундах потому что здесь выигрывается пешка но играть эншпиль это очень сложно потому что есть тактические нюансы белые не воспользовались шансом потому что в этой позиции они не увидели что они могут защитить пешку возможно это не увидели но на ход воде c8 они не увидели слон d3 и оказывается что черные выпустили весь перевес и позиция равна но белые не воспользовались шансом и черные уверенно доводят партию до победы обратите внимание на данную позицию их долгосрочный стратегический план который они начинали ходом h5 сработал и проходная пешка h3 решает исход партии ну что я могу сказать в принципе невероятно хорошая игра для игрока которому 11 лет видим что второе место это заслуженный результат на основании этих партий мы видим ошибки ну конечно же есть на чем работать в таком возрасте да и вообще у любого шахматиста есть мотивация работать при любом уровне игры потому что если нет мотивации работать то и успехов нет маленький секрет игр работает шахматами очень много на этом все спасибо за внимание и все-таки рекомендую вам если вы заинтересовались моими анализами защиты каракан либо испанской партии можете их приобрести я конечно не гарантирую что после этого вы станете призерами чемпионатов европы или мира но свой уровень вы определенно повысите на этом все далее фрагменты моих тренировок с и до новых встреч вот так солнце 4 этот ход игрался на самом высоком уровне например была партия гунина горячкина здесь стоит черным сыграть свой ф5 белые играют ферзь е2 или ферзь е5 понятно что размены в нашу пользу мы не против этого и на ферзь е2 здесь следует d7 правильный ход у меня отмечена как новинка между прочим горячкина не сыграла д7 она сыграла е6 и это потеря темпа правильный ход действительно конь d7 и и в случае рокировки который этот ход был сделан два раза то уже на вид люди не понимали идею д7 правильный ход сделали тут надо сыграть слон g4 сильный ход мы собираемся ударить слон бьет f3 и сыграть конь е5 и выменять слона если белые играют h3 соответственно это излучается ну как еще белые могут сыграть двумя h3 это напрашивающий ход h3 но если белые делают другой напрашивающийся ход d4 чтобы защититься то следует ферзь h5 белые вообще получают хуже потому что мы меняемся на f3 и портим им структуру так что это как точно реагировать на ход конь е2 и точно реакции пока еще не последовало поэтому три нуля вот так будут всегда с тобой играть и другого не видим хода так слон b4 та же идея взяли под контроль поле е1 если белые играют на 3 мы даем шаг и затем наша идея заключается в ходе слон c5 белые обычно играют вводя е1 мы бьем и сейчас какая разница такая же позиция может возникнуть с пешкой на f6 когда спешка на f6 это опаснее для черных потому что поле е6 слабо в этом идеях варианта слон g5 в данном случае защищаемся и играем вводя c5 и у меня много таких партий было полезно то есть это мертвая дичья черные меняют эти пешки занимают вертикаль е но только черные могут выиграть конечно это тоже мало вероятность белый брат аккуратно то они это значение не должны проиграть